Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Тема нашего разговора. День сегодняшний с его событиями. А было у нас многое. От международного футбольного матча до лунного затмения. Ну, разумеется, не забыты нашими авторами и самые обыденные рязанские дела, на которых, по большому счету, стоит история дня сегодняшнего. Главное, большой женский футбол в Рязани. Наши проиграли. Отыгрываться будут в прекрасной Швеции. Учиться и еще раз учиться. Рязанские спасатели провели масштабные тренировочные занятия в Рязанском районе. Спасите Донбасс. Завтра в эфире нашей телекомпании будет фильм о событиях и людях украинского юго-востока. Ну, а теперь обо всем подробнее. Депутат одного из рязанских сельских поселений, гражданин по фамилии Симчук, а именем Александр, получил три с половиной года условно за такие выходки, что странно становится, а почему, собственно, условно, вот что нам сегодня сообщили в региональном следственном управлении. Собранные Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Рязанского района Александру Симчуку. Он признан виновным в совершении ряда преступлений, таких как незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также в угрозе убийства. Следственным судом установлено, что 1 января 2014 года возле одного из домов поселка Авангард Чучковского района Симчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал своему знакомому убийством. При этом он приставил сначала к его голове, а затем направил его в сторону груди дуло самодельного пистолета, который был пригоден для стрельбы и был заряжен патроном. Как оказалось, данное оружие, которое Симчук носил постоянно при себе, не было у него единственным. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, кроме незаконно изготовленного им пистолета, узяли у Симчука в ходе досмотра переделаны из сигнального револьвера и 16 патронов. Кроме того, в доме его родственницы были обнаружены патроны, порох, а также изготовленные Симчуком карабин и ручка-пистолет. Как установлено, собирать арсенал Симчук начал еще в 1986 году, когда, обучаясь в одном из рязанских ПТУ, во время учебных стрельб спрятал от преподавателя, а затем незаконно хранил пять патронов. К ним он впоследствии и добавил две пачки патронов калибра 5,6 мм, порох и изготовленное им оружие. Приговором суда Симчуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно. Такие вот хулиганистые народные заступники приживаются на рязанской периферии. И незаконное оружие у него, и боеприпасы, и пьяный кураж, и угроза убийством. И за весь этот букет условный срок хотя бы на реальный годик определили боевого сельского депутата. Поработал бы гражданин на нужды страны в местах отдаленных. Хотя бы тогда какую-никакую пользу отечеству принес. Но теперь, нарушая традиции не в конце, а именно в начале программы, уделим пару минут спорту. Основания для этого есть. Во-первых, это футбол. Во-вторых, играли дамы. В-третьих, это был матч женской лиги чемпионов. Клуб Рязань ВДВ принимал шведский Русенгорд. Так что согласитесь, это было не просто спортивное состязание, а настоящая международная встреча в верхах, на рязанском поле. О том, как она проходила, расскажет Глеб Галушкин. В сопернице рязанским футболисткам достался шведский Русенгорд, в составе которого выступают титулованные представительницы шведского, немецкого и бразильского женского футбола. К тому же, две недели назад гости обеспечили себе чемпионство национального шведского первенства. И теперь все силы явно сосредоточили на Лиге чемпионов. В начале первого тайма на правах более титулованной команды шведки буквально прижали десантниц к своим воротам. Опасные моменты возникали один за другим, но забить, к счастью, не удалось. Во втором тайме шведские футболистки действовали более осознанно и тактически грамотно. На 52-й минуте матча они заработали довольно спорный штрафной. И после навеса Катрина Шмидт головой отправила мяч в ворота рязанок. Удвоили счет шведки через 12 минут. При ошибке рязанских защитниц во время искусственного офсайда, один на один с голкипером вышла бразильянка Марта и не промахнулась. После этого шведки немного сбавили обороты и рязанкам удалось провести несколько атак. После одной из таких атак за 15 минут до конца встречи наши футболистки заработали угловой. Последовал навес и капитан команды Ксения Цибутовича головой направила мяч в сетку ворот. Футболистки Рязань ВДВ попробовали отыграться, пойдя большими силами вперед, но, к сожалению, за это поплатились. В дополнительное уже время свой гол забила немка Аня Митток. В итоге 3-1 в пользу Руссенгарда. Ну, раз уж мы задали высокую планку, будем ее держать. Сейчас поговорим на космические темы. Причем космические без кавычек. Эта среда в мире прошла под знаком Луны. В том смысле, что многие люди удостоились чести лицезреть великолепное планетарное явление, а именно полное лунное затмение. Надо уточнить, что видеть затмение, конечно, видели, но только жители Дальнего Востока, а также Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Такова информация астрономов. Что касается нашей страны, то уход и выход спутника Земли из сумрака наблюдали жители восточной части России. На Тихоокеанских окраинах вообще видели все полностью, а обитатели Урала, а также Западной и Восточной Сибири приветствовали Луну, взошедшую уже во время затмения. Ну, Луна и затмение – это явление вхождения Луны в земную тень. Существует затмение Солнечное, когда Луна закрывает собой Солнце. В данном случае Луна ничего не закрывает. Она в процессе своего вращения вокруг Земли с периодом 27 суток входит в земную тень. В процессе этого Луна темнеет. Понятно, что прямое Солнечное излучение на Луну не попадает, но не становится полностью невидимой, потому что Земля Солнцем освещена, и вот этот вот цвет Земли, дополнительный, конечно, не такой яркий, как Солнечный, освещает Луну. Поэтому человек во время затмения Луну видит, хотя очень слабенькой. Все очень интересуется, почему Луна во время затмения становится темно-красной, багряной. Ну, дело в том, что земная атмосфера пропускает, по большей части, желто-оранжевую часть спектра. И вот та часть излучения Луны, та часть свет Луны, отраженного от Земли, попадающего к нам назад, голубая часть рассеивается, остается только красной. Поэтому мы Луну видим красной. И ничего страшного в этом нет. Это явление второе из четырех полных лунных затмений, которые пришлись на сравнительно короткий период, а именно с 15 апреля текущего года до 28 сентября следующего. Что же касается счастья одних наблюдателей, которым довелось рассмотреть затмение в подробностях, и уныние тех, у кого поучаствовать в лунном шоу не вышло, то здесь миротворцем выступило американское космическое агентство НАСА. Оборотистые ребята организовали на своем сайте прямую трансляцию затмения Красной Луны. И весь мир мог на это дело полюбоваться. Ближайшей к нам планетой впрямь была красноватого оттенка. Это явление ученые объяснили тем, что другие цветовые спектры солнечных лучей, падавших на Луну после прохождения по краю земной атмосферы, рассеивались молекулами воздуха. Агентство РИА «Новый регион» сжало американскую трансляцию, и все желающие могут увидеть полное затмение всего за одну минуту. Вот он, этот лунный подарок миру. Ну а теперь вернемся на землю, точнее, на небольшой ее участок под названием Рязань. Вчера завершилась всероссийская тренировка сил гражданской обороны. Наши спасатели тоже приняли участие в этом официальном, но зрелищном мероприятии. Основное действие пришлось на минувшую субботу, когда в стране отмечался День гражданской обороны. Сегодня, по завершению проекта, мы получили видео о том, как проводилось все это дело. База для экшна – условный, но крупный пожар в Рязанском районе. На месте происшествия разворачивается оперативный пункт Главного управления МЧС по нашему региону. Параллельно проходят заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Работают посты радиационного, химического и биологического наблюдения. Населению выдают средства индивидуальной защиты. Идет проверка готовности нештатных аварийно-спасательных формирований. Коротко говоря, все завертелось, закружилось, заспасало народ и его имущество. Работали на учениях все – от пожарных до поисковых собачек. От рядовых до самого главного начальства. Работали, надо сказать честно, ответственно и засучив рукава, как форменные, так и пожарные. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, несмотря на то, что тренировка завершилась и завершилась благополучно, месячник гражданской обороны продолжается. Будут проходить дни открытых дверей, выставки пожарной и спасательной техники, показательное выступление личного состава подразделений. О других событиях сегодня Рязань приняла крупную научно-практическую конференцию медиков. В наш город приехали делегаты из российских регионов и представители зарубежья. На открытии конференции была Наталья Новикова. В медицинский университет прибыли специалисты со всей страны и ближнего зарубежья. Это первая конференция по клинической психологии, которая собрала молодых ученых и студентов. Как считают организаторы, это поможет интегрировать клиническую психологию между различными направлениями и психологическими школами. Мы хотим, чтобы эта конференция дала толчок объединению студентов. И вообще эта конференция больше направлена именно на развитие студенческого взаимодействия. Чтобы они могли ладить друг с другом, они могли понимать друг друга, общаться. И когда возникнет такая интеграция, то я думаю, что наше с вами психическое состояние в будущем в надежных руках. Клиническая психология – молодая наука. И особенно важно, что РИАС ГМУ – один из первых в стране обучает студентов по этой специальности. Интересно, что учащиеся факультеты клинической психологии уверены – будут работать только по специальности. Почему я решила участвовать в конференции? Ну, потому что это непосредственно связано с моей будущей профессией, с моей специальностью, которую я выбрала. Очень интересно. И как бы вероятность того, что я еще когда-нибудь пойду на такую конференцию, наверное, мала. В будущем видишь себя психологом? Ну, отчасти да, вижу. Ну, и поэтому еще дополнительно получаю какое-то образование, чтобы как-то более многогранно к этому подойти. А психологом себя видите? Конечно. За этим мы и учимся здесь, чтобы быть психологами. На конференции студенты получат огромное количество важных знаний и уверены организаторы. В ее программе выступление ведущих специалистов в области клинической психологии и психотерапии. Презентации результатов студенческих научных работ. Дискуссионные площадки и мастер-классы по различным психологическим направлениям. Каждый сможет выбрать то, что интересно. Психодрама, арт-терапия, трансактный анализ. Мы уверены, что данные конференции послужат развитию в целом направления клинической подготовки медицинских психологов. И в целом работы нашего факультета и вузов. Надеемся, что она станет регулярной ежегодной. Конференция продлится два дня. За это время, считают организаторы, ее участники смогут подружиться и установить не только научные, но и дружеские контакты. Далее в программе фрагмент фильма, который мы намерены дать в эфир завтра, сразу после итоговой версии программы «Время говорить». Называется проект «Спасите Донбасс». И, наверное, еще что-то пояснять не имеет смысла. Донецкий регион Украины – горячая точка, где народ сражается за свободу, за право говорить на родном языке, за возможность жить по справедливым законам, а не по указке современных бандеровцев, заливших кровью мирные города. Победа или смерть – это девиз сегодняшнего Донбасса. У меня внучка, три годика, берет пистолет и говорит, надо убивать плохих дядей, чтобы они не пришли к нам. Разве это мыслимо, чтобы детки, которые должны играть в куклы, нянчить кукол, берут в руки уже оружие? В июне-июле город Северск, откуда приехала Наталья Григорьевна, успел трижды перейти из рук в руки. Сначала его с боем взяла украинская армия и ее парамилитарные формирования. Затем Северск освободили местные донецкие ополченцы и приезжие добровольцы. Потом туда вновь вернулись те, кто подчиняется правительству в Киеве. В происходящем кровавом сумбуре очень легко запутаться. 11 мая 2014 года в Донбассе провели референдум. Подавляющее большинство высказалось за независимость от Украины. Поэтому претензии Турчинова и Порошенко на высшую власть в русскоязычном юго-восточном регионе воспринимались и воспринимаются людьми как нечто незаконное, несправедливое, агрессивное. У нас на сегодня все. Увидимся завтра, как уже было сказано, в итоговой версии аналитической программы «Время говорить». А продолжает наш эфир проект подробности. Ведет программу Олеси Харлина. Ее собеседником станет заместитель начальника регионального управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков Олег Андреяшкин. Ведомство на днях подводило итоги трех кварталов. А потому сегодня ждем и цифры, и наиболее яркие примеры оперативной работы. До встречи в эфире.